Всем привет, мои уважаемые подписчики. По просьбе всех желающих, я решил вам показать свой аккаунт, что я имею, что у меня есть, квартиры, машины, организации, шмотки и все прочее дерьмо. Братан, все действия проходят на проекте GTA 5 RP. Если ты еще не играешь у нас на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры, когда ты зайдешь в игру, ты нажмешь на F10, на шестеренку, на приглашение. Ведешь сюда мой промокод Трунов, нажмешь сохранить, зайдешь в подарки, заберешь випку на 10 дней и станешь самым богатым человеком в нашем штате. А я играю на сервере Стравборе, жду здесь и жду тебя в РМ. День блата, к сожалению, закончился. Приходи, тупай и развивайся. Начнем с того, что у меня есть вот такая вот квартира. Платинум. Парковочных мест 14, базово 4. Ката стоит 500 косарей, 500 тысяч. Так, на почту мне ничего не приходит, кому я нафиг нужен? Так, входим. Вот такая квартирка скромная. Ничего такого особенного. Ремонтом не заморачивался. Все пусто. Тут плитка вроде стоит, на которой можно приготовить, покушать. Здесь вообще голяк. Это моя комната. Тут стоят диваны. Это, короче, было обновление. Я сюда два диванчика поставил. Столик. Ну, там и главное, что нужен. Шкаф, плитка и вот кровать, где посидеть и кашлять. Что у меня такого интересного в шкафу? Да ничего. Эта рыба, кстати, вообще с допотопных времен еще лежит. Костюм от Speedstar. Там с ивента. Вот часы. Это у меня там со всех персонажей. Кепка рождественская. Это еще с зимнего там какого-то пропуска. Это всякая, короче, всякая шляпа лежит. Шкурки, вон, мусор копится, кстати. Это тачки в аренду сдаю. Что тут? А, это у меня с того года, с сентября остался гербарий. Я его решил на следующий год. И то нафиг он нужен. Наверное, проще его будет продать. Вот это самое интересное. Это у меня с аренды. То есть с Bugatti там, с второй Bugatti. Это мы перейдем позже к машинам. Короче, вот все, что остается от аренды. То есть тот, кто оставляет в багажнике. Но это еще фигня. Я еще до дома не добрался. Это тоже, кстати, с аренды все. Здесь, короче, у меня броники. Заряд. Это все тоже с аренды. По шмоткам все ношу с собой. То есть костюм-велюр. Не знаю, сколько он там. Косарей 500 может стоить. Вот сет Томми Версетти. Пенис-клуб. Такая жилетка. Там 1300-1400 стоит. Стасовская кофта. В принципе, это, собственно, Стас лежит. Вот такой сет. Потом вот такой фулл черный сет. А так я в основном гоняю. Вот с Тасикой одеваю. Вот так вот двигаюсь. Маски, тут трубка, короче. Персонаж у меня 88 уровня. Достижение у меня выполнено 23 из 55. Отыграно у меня 18 тысяч 595 часов. На данном аккаунте на счету у меня 50 тысяч. И баланс у меня бонус-поинтов 801. На улучшение квартиры до 14 ГМ у меня ушло где-то 3,2 миллиона. Грубо говоря, моя квартира стоит 3 миллиона. Ну, 4 миллиона. 3,7 миллиона. Сейчас мы пойдем смотреть тачки. Так, стоп. Куда я приехал-то? Парковочка. Вот эта тачка у меня находится в лизинге. Она мне очень нравится. Это Lamborghini Sian. Осталось мне за нее платить там миллион сто документов. Вот один владелец. Это что получается? У нас квартира 3,8 миллиона стоит. Вот, 3,8. А Sian у нас стоит, сколько он стоит? Капотик откроем. Стоит 8 миллионов. Это плюс 8 миллионов. Итого уже 11,800. Она фатешная. Все у нее вложено. Вообще, эту тачку я купил чисто для ролика. Ну, так как она мне из всех Lamborghini нравится. У нее бронированная задница. Вот такие вот у меня номера стоят. Три шестерочки. Ну, номер будем оценивать в 500 косарей. Итого уже 12,100. Вот это... Угати Mistrаль. У меня был Койл. Электричка мясовозка. Я поменялся. Ключ в ключ. ГОСКО, естественно, 10 тысяч. Оцениваю эту машину в 25 миллионов. Также на ней крутые номера стоят. Ну, не такие уж крутые. Три семерки. Как бы тоже можно их оценить в 500 косарей. Так как у нас сервер тут все хотят купить все подешевле. Продать подороже. Ну, одни перекупы. Это мой гелик. Как-то я его выставлял на продажу. Он с модами. Также с номерами. Три пятерки. Один владелец. Я его оцениваю в 6 миллионов. Один способом в одном волшебном месте. Я там чуть-чуть приподнял. Два раза по косарю угадал. Вот и купил ширончик номера. Рынок у них. Я не буду по рынку смотреть. Я его, кстати, взял. Он 15 миллионов стоит. Я его взял. То, что я второй владелец. То есть чел купил его с салона. Вот он 15 миллионов стоит. Давайте прибавим 15 миллионов. И плюс номера. Сот косарей. Уже сумма 60 миллионов. 100 тысяч. Да, кстати, хотел сказать, что у меня еще есть Bugatti Diva. Вот она у меня находится в аренде. Это плюс 22 миллиона. И плюс номера. Этого уже 83 миллиона 100. Там она была куплена с автосалона. А это моя любимая тачка, которую никогда ни за что не продам. Это моя Audi, с которой я вообще начинал весь этот движ, когда слился до нуля. Она у меня с модами. Я эту тачку оценю в 8-9 миллионов. В 8 миллионов. И на экране вы уже увидите, что мое имущество. В машинах, в квартире на данный момент. Ну, я даже шмотки не считал. В 91 миллион 100 тысяч. Это очень управляемая машина. Я ее сам делал. Помню, за 8. У Маратика, короче, купил ее за 8 мультов. А, да, кстати, ну и номера забыл. Тоже 500 косарей. Давайте поедем в мой дом. А, не, поедем сейчас в организацию съездим. Я вам покажу ее. Что у меня там есть интересного на складе. Вы же любите это смотреть? Сколько денег? У кого? Когда? Кто как зарабатывает? Кто чему? Да, кстати, покажу вообще, на чем я поднимаю себе деньги. И я думаю, это самая выгодная, самая прибыльная тема. Офис сколько? Я не помню, сколько он стоит. Это, кстати, а это не моя. Сколько этот офис? Миллион или 2 миллиона стоит? Я что-то даже не помню. Вот такой крутой офис. Двухэтажный или трехэтажный. Да, вот тут склад. Ну, хороший офис. Сколько? Миллион или 2 миллиона, я не помню. У меня были когда-то тачки в офисе. Меню организации. Каждый день по 5 тысяч высчитывает с офиса. Короче, 150 тысяч в месяц. Ну, давайте полтора миллиона плюс лям 500. Цениваем организацию. На складе у меня тут вообще ничего интересного. То же самое. Всякая, всякий кал. Вот коллекция. Тут по одному экземпляру все лежит. Также вот. Где-то тачерский набор. Вот и цветочек. Вот у меня офис охраняет стаск. Сагакином главный вход. Поедем, съездим до домика. Дом у меня находится в гетто. Вот здесь. В принципе, знаете, за столько времени на данном проекте. Просто уже карту выучил. И передвигаюсь здесь без навигации. Можно сказать, с закрытыми глазами. Как в своем родном районе. Да, кстати, братва. Не забываем ставить лайки. Писать свои комментарии. Мне очень важно увидеть ваше мнение. Также подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы приходило уведомление. Кстати, у меня дом вообще самое удобное, если заниматься мясом. То есть, загружаюсь, релогую тачку и сам релогуюсь в дом. И вот у меня тут мейсбанк арена рядом. Ну и там, естественно, сдача мяса. Можно быстрее сделать. Там, может, минут на 10, на 15. Вот мой дом. Вот он, мой домик. Чисто купил его из-за увеличения гаражных мест. У меня была коллекция антиквариата. Ну тут дом, короче, купил уже с таким ремонтом. Там, что это такое вообще? Надо будет, кстати, посмотреть, что это за фигня. Или типа часы такие. Что такая квартирка? Обычный, обычный дом. Здесь у меня обычно шкаф стоял. У меня там был один дом, которым я владел очень долго. На втором этаже даже, кстати, внимание обращал, что там стоит. На втором этаже ничего вроде нет. Пусто. Здесь пусто. Здесь пусто. О, типа кабинет. Мало фантазии у человека было, короче. Я даже не занимался этой темой. Тупо кровати здоровенные стоят для того, чтобы приглашать девушек в гости, раздевать их. И, ну, вы поняли, шкафу. У меня тут тоже ничего интересного. Всякие тут номера. Контрабанда осталась. За пивон есть. Так, что тут на втором? Так, тут ничего. Так, в гардеробе то же самое. Ничего интересного. Дом я купил за лям 800 вроде. Ну, оценил дом в лям 600. Ну, шмотки тоже. Все, что на мне надето, я думаю, это где-то в 2,5 миллиона. Итого, имущество у меня. А, да, кстати, забыл. Часы у меня вот эти 4 миллиона стоят. Плюс 4 миллиона. Забыл. Самое, самое такое крутое. Это вот эти часы. И, кстати, знаете, я не хожу с рюкзаками. Хожу вот такой с большой сумкой. Вот, кстати, вот они часики. Вот, хожу с такой сумкой. С большой. Ну, зачем эти понты вообще? Нужны эти рюкзаки. Наделал шмоточку и не видно. Кстати, в гараже у меня тоже там ничего интересного нет. Чисто купил тачки. Типа под склад. Этот пикадор я вроде вообще с рулетки выбил. За 50 бонусов. А вот чисто тачки под склад взял. В которых даже ничего не хоронил. Надо будет весь кал сюда перенести. В машины, короче. Чтобы в машинах валялись. Как-то так, братва. Советую вам не ходить в проклятое место, где вы можете слить все. Все это имущество я поднял именно там. Грубо говоря, можно сказать, Сиан. Зарабатывается вот за счет Сиан. Вообще я честно зарабатываю. Вот мои объявления. Так, история сделок. Я занимаюсь арендой. Вот, считай, с 26 числа я домой приехал. 26 числа. Ну, нормально уже заработал. Считай, пятерка, пятерка. Пять тысяч, двенадцать тысяч. Хорошо, кстати, идет. Вот три Бугатти сдаю в аренду. Тут елик иногда берут с горем пополам. Тоже неплохо. Неплохо приносят деньги. И как раз кручу рулетку. Кручу рулетку. Выпадают фишки и деньги. И за счет этого я оплачиваю аренду. Вы можете также заработать какую-то сумму. Взять тачку в лизинг. И у того, у кого нет терпения там накопить. И все бегут в то проклятое место с попыткой того, что там кто-то подымет. Или же ко мне обращаетесь. Вы знаете, что со мной можно так же слить и можно выиграть. Как повезет. Как пойдет. Как говорится, как пойдет масть. Как пойдет число. Если оно идет, то идет. Если нет, то ходи с нулем. А с вами был Слава Спец. Еще раз хочу вас попросить. Поставьте лайк. Напишите комментарий. Подпишитесь на канал. Если ты еще не играешь у нас на проекте. Ссылки будут в описании. Заходи к нам на самый лучший проект GTA 5 RP. Вводи мой промокод. Он тоже будет в описании. Он тебя сделает самым богатым человеком в нашем штате. До скорой встречи. И всем пока-пока.